Это подтверждается очень легко. Надо просто начать вот эту молитву, думать о Боге, забыть о них. Эти не могу, станет слабее, слабее, слабее. Пройдет два месяца. Я бы вот, допустим, я смотрю на вас, для меня 35 дней работы, по два часа молитвы, и все, и полностью разрушается препятствие. Я просто вот объем работы чувствую, я для себя решаю, сколько мне понадобилось бы усилия. Все, на это. Понимаете? Но вы к вам кажется, это непреодолимо все. Это просто объем работы, работы сердца. И что это за работа? Думаем о Боге, помним о нем и забываем про родителей. И знаем, что это для них. Все. И постепенно там все пробивается и становится легче. Так человек должен жить, он не должен никогда поддаваться на судьбу. Это касается всего. Даже если вас под суд решили отдать, это тоже можно пробить с помощью молитвы. Остается только то, что Бог сам хочет. Понимаете? Если Бог чего-то сам хочет, чтобы было, вы ничего не сделаете. Но это вам надо, значит, в жизни сильно. И надо это принять. У меня была ситуация, я молитвой побеждал, но ничего не получилось. Я побеждаю, не получается. Побеждаю, не получается. Я все свои силы стратил, ничего не получается. И потом я прихожу в храм такой, на Господа смотрю на алтарь и спрашиваю. Это ты задумал? Это ты хочешь, чтобы так было? И я улыбку Господа почувствовал в сердце. Улыбка, что он задумал. Мне раз расслабило сразу. Я понял, что все, не буду больше ничего делать, значит, так надо. И действительно, это сильно помогло мне в жизни. Это событие, оно мне помогло очень сильно. Это было задумано Богом для того, чтобы я развивался, чтобы я стал лучше. И в результате все получилось как нельзя лучше. Просто надо понять, что... Это бывает очень редко, когда Бог чего-то хочет. А в 90% случаев все побеждается. И не слушайте этих всех астрологов, которые говорят, там, осеннее пальто не покупаю, уже все. Или говорят, у вас два брака, а у меня только первый. Значит, все уже, как бы, типа, второго не будет, но, как бы, скоро разойдемся. Ну, то есть, не надо это настроение их перенимать. Это все просто ерунда. Любой брак можно сохранить. Здоровье можно сохранить. За исключением редких случаев, когда смерть может, просто должна прийти, потому что так хочет Бог. Но в основном человек может долго жить и побеждать свою судьбу. Опасности все равно будут приходить, и человек должен их чувствовать. Я вам расскажу, как у меня в прошлом году, где-то в начале февраля, был такой случай. Я планировал свою поездку, и в каждый город, куда я еду, я молюсь. Я смогу там нормально лекции прочитать? Нет. Надо мне туда ехать или нет? Я все время просматриваю. Когда я в Израиль просматривал поездку, я увидел, что там я могу вообще погибнуть. Какой-то несчастный случай, связанный с катастрофой какой-то. То ли на машине, то ли где, я так и не понял. Но я молился, 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 молился. Сначала я решил отменить эту поездку, я уже сказал, что не едем. Я начал молиться, и чувствую, что отодвигается судьба эта, отодвигается. И раз, как будто все хорошо, но все равно что-то произойдет. И я решил дальше не молиться, потому что я решил проверить, это правда или нет, то, что я чувствую. Я поехал туда, в Израиль, там ничего не произошло. Я всех водителей предупредил, ездите спокойно, всегда следил за собой, смотрю, это ситуация. И ничего не происходит, все так спокойно прошло. И я думаю, да, что-то, наверное, какая-то иллюзия, что ли, что я придумал себе, что ли. И сел самолет, когда в Москву полетел, и прямо перед самой, главное, нормально, все там сообщили, все, дорога нормальная, посадка нормальная. И буквально вот минут за 20 до посадки объявили, что начался неожиданно шторм в Москве. Прямо реально сильный ветер, буря прямо. И самолет начал кружить над городом целый час, кружил, не мог сесть, потому что идет вот это вот стихийное бедствие. Вот, и я в это время начал смотреть на всех, кто там сидит в самолете, их судьбы, начал смотреть, делать нечего, время много. И я смотрю, а вы не все должны погибнуть сейчас. Вот у всех есть вероятность смерти, у каждого, у каждого человека, кто сидит в самолете. Представляете? Судьба так людей объединяет. Я думаю, ничего себе, вот это круто, я же молился. Я начал молиться, и буквально 10 минут помолился, чувствую, что да, работа уже сделана, все нормально, просто Бог мне показал вот ситуацию, и все. У меня были вопросы, это правда или нет, и он мне показал, вот правда, смотри. И потом я такой помолился, все будет хорошо, у меня в сердце все уже утвердилось, и объявляет тут же командир, все, приступаем к посадке. Мы начали садиться, и самолет, когда сел, он просто там, как консервная банка, вот так, колеса на колесо, там все перепугались. Вот, но я наблюдал за людьми, когда вот эта вот опасность смерти была у всех, некоторые люди тоже молились, я заметил. Ну, буквально там, ну, на весь самолет человек 10. Кто-то просто проявлял какое-то странное поведение, безудержный смех, какой хихиха-ха такой, а некоторые люди просто спали, представляете, вообще как будто ничего не происходит. То есть у всех разное поведение, и люди в невежестве просто спали, люди в страсти просто начали смеяться, там, шутить, кто-то там уперся сильно в этот ведушник для того, чтобы снять напряжение. А некоторые люди молились, и вот эти люди, они спасали всех остальных также. Это разумные люди, понимаете, потому что, когда опасность есть, надо получить силы, побеждающие судьбу. И вот эти силы идут от святости, от Бога. И вот в этом фильме, который я смотрел, там показано, как Иисус Христос, он берет прямо раз, человек обездвиженный, судороги, он раз его, и он все ожил. И поверил сразу, понимаете? Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что с Богом связана победа над судьбой. Мы должны это принять. И Бог это показывает постоянно. Смотрите, вот надо, как вам жить. Тогда вы побеждаете судьбу. Но люди не хотят и так настраиваться, об этом думать. Они хотят вариться в своей скорлупе всю жизнь. Побеждайте свою судьбу. Не бойтесь. Будьте счастливы потом, когда это произойдет. Вся ваша судьба в ваших руках. Ваши родители, это тоже ваша судьба. Не бойтесь судьбы. Действуйте через сердце. Это все через сердце происходит. У меня, когда отец ушел из жизни, я не согласен был с тем, что он идет вниз. Но он вел такую жизнь, не очень плохую. Не буду рассказывать. Нехорошо, плохо, как родители. И я начал молиться решительно. И его вот эти вот слуги ада тянут вниз просто. А я молюсь за него. И они меня отталкивают, мою молитву, говорят, это не твое дело. Он должен быть наказан. И я начал стучаться ему в сердце. Молюсь. Поменяй свое понимание жизни. Поменяй свои взгляды на жизнь. Признайся, что ты хочешь духовного. Начал ему стучаться в сердце. И долго так стучался ему раз. И он понял, куда его тащат, что происходит. Он осознал. И откликнулся в сердце. Что я хочу жить правильно. Все. Он сделал такой выбор. Когда вот это происходило, когда его тянули вниз. И в этот момент все остановилось. Они не могут его ждать, что туда вниз тянули. Почему остановилось? Потому что он сделал такой выбор. А я помогаю ему, силы даю своей молитвой. То есть они не могут уже его тащить вниз дальше. Почему? Потому что все, что положено человеку, то и дается. Поэтому все в наших руках, понимаете? Бог дал нам такую возможность поменять полностью свою жизнь. Но люди не знают об этом в большинстве людей. Они не понимают, что это так. Они больше верят в безысходность, наоборот. Вот им легче поверить в астрологию, что осеннее пальто можно не покупать. Астрологии этим пользуются. Понимаете? Или врачи, допустим. Доктор, я жить буду, но я бы вам не советовал. Понимаете? Дамечательно. Очень хорошо. Продолжение следует...